Государственный академический русский театр драмы имени Михаила Лермонтова приглашает на спектакль «Что хочет женщина?». Известная сентенция «Что хочет женщина, того хочет Бог» невольно возникает при знакомстве с пьесой Разумовской. Три одинокие женщины, бабушка, ее дочь и внучка безумно жаждут любви и внимания, но иногда жизнь складывается так, что самые близкие люди страдают из-за наших неудач и нереализованных надежд. Спектакль пройдет на малой сцене театра. В этот день на главной сцене русского театра драмы имени Михаила Лермонтова пройдет комедия в двух действиях «Верная жена». Это забавная и в чем-то поучительная история из жизни английской семьи начала прошлого века, где умная женщина дает утонченный ответ на измену мужа и на все вызовы светского общества. В спектакле, как и в пьесе, рассматривается вечная тема – взаимоотношения мужчины и женщины. Сегодня Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая приглашает своих зрителей на известный балет Игоря Стравинского «Пульчинелла». Инструментальное произведение было написано для оркестра и солистов – меца-сопрано, тенор, бас. Также сегодня в Театре оперы и балета имени Абая состоится одноактный балет Шахерезада на музыку симфонической сюиты римского Корсакова. Государственная академическая филармония Акимата города Астаны представляет концерт симфонического оркестра, который состоится сегодня в Национальной картинной галерее «Астана». Дирижер, лауреат международных конкурсов и государственной премии Израиля Беньямин Юсупов, солистка, заслуженный деятель Республики Казахстан Бибигуль Жанузак, сопрано. Спектакль «Жили по Чуйскому тракту» по рассказам Василия Шукшина ждет вас на сцене Карагандинского русского драматического театра. В постановке режиссер размышляет над тайной русского характера. Приходите, будет интересно. Дорогие алматинцы и гости города, сегодня в Казахском театре для детей и юношества имени Габита Мусрепова вас ждут на лирическую комедию «Жубайларай, жубайлар», которая рассказывает нам о дружбе между тремя молодыми семейными парами. Три семьи, три истории легко и динамично, а между тем и комедийно сплетаются в этом спектакле. В Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абулхана Костеева продолжается персональная выставка русского художника Валерия Каптерева, основатель алматинского «Барбизона», посвященная 115-летию со дня рождения. В год 80-летия нашего музея мы вспоминаем художников, которые стояли у истоков национального изобразительного искусства и чьи работы приобретались в галереи в первую очередь еще в самый начальный период ее формирования. К таким художникам относится замечательный русский живописец Валерий Каптерев. Каптерев объездил Казахстан полностью и, конечно, он создавал свои произведения, в первую очередь живописные этюды, которые характеризуются таким непосредственным восприятием окружающей действительности. Выставка отражает и его эксперименты в области изобразительного искусства, в области живописи. Все работы в основном датируются 30-ми годами, и они небольшие по размеру, но очень душевные и наполненные искренним чувством художника, в котором, собственно, отразилось его отношение к Казахстану. Я хотела бы пригласить всех наших зрителей, наших посетителей, которых интересует история национального изобразительного искусства, которым интересны художники с редкой, неординарной творческой судьбой, пригласить на нашу выставку, которая называется тоже необычно «Основатель алматинского Барбизона». Выставка посвящена 115-летию замечательного художника Валерия Каптерева и демонстрирует очень редкие на сегодняшний день его произведения, созданные в 20-30-е годы. Редактор субтитров А.Семкин